Здравствуйте, товарищи зрители! Сейчас вы услышите очень важную информацию про то, чем надо, стоит питаться, чтобы не стареть, замедлить старение, что это за продукты, которые замедляют старение, и какие продукты старение ускоряют и вызывают болезни. А в конце видео я дам вам список самых полезных омолаживающих продуктов и добавок с пояснениями, а также расскажу, что еще помимо питания надо учесть для здоровья и долголетия. Еда, которая остановит хронические воспаления в организме, и есть еда от старости. Помните, что всем болезням предшествуют системные хронические воспаления тех или иных органов и тканей. Любой человек может изменить набор продуктов, убрав те, которые однозначно приводят к воспалениям, разным заболеваниям и старению организма. Заменив на набор продуктов, которые полезны для здоровья, замедляют старение и дадут дополнительные годы бодрой жизни. Первое, что есть нельзя категорически, так как это вредно. Любые хлебобулочные изделия, ну кроме ржаного хлеба из дровяной печи, никаких заменителей, никакого дрожжевого хлеба, никакого белого хлеба, никаких кондитерских изделий, содержащих сахара, крахмалы и гидротированные масла, вроде маргарины. Тем более пальмовое масло и тому подобное. То есть никаких тортиков, пицц, слоеного теста, никаких трансжиров, то есть маргарина и тому подобного. Не ешьте то, что долго хранится, то, что произвела пищевая промышленность. Есть надо только цельные продукты, и из них, если уж готовить, то только из цельных продуктов. Не ешьте то, в чем есть консерванты, красители, эмульгаторы, то есть искусственную, химическую пищу, не ешьте. Категорически не ешьте сахар, если вы хотите дольше оставаться моложе и здоровее. Никаких сладких напитков, фруктовых соков, так как там есть также сахара, глюкоза, фруктоза, которые ускоряют старение, так как вызывают воспаление. Сушеные фрукты, то есть сухофрукты, тоже относятся к этой категории. Да, они не так вредны, как чистый сахар, какой-нибудь кусковой рафинад, разумеется, но тем не менее там очень много сахара, и эффект будет тот же. Не убивайте свою поджелудочную, печень и сосуды. И еще, если живот, бокау, а стали расти появились складки, вы точно неправильно питаетесь. Посмотрите мое видео «Инсулинорезистентность. Основу основ». Ссылку под этим видео я оставлю. Жареные продукты исключите, они вредны в любом случае. При жарке идет сильнейшее окисление и образование свободных радикалов, которые разрушают клетки. То есть все, что касается фритюров, это самое опасное, начиная от картофеля фри до всего, что угодно во фритюре, и вплоть до копченого и любого жареного. Особенно опасно жареное мясо, так как в нем содержатся высокомолекулярные белки и железо. Железо является катализатором, и при горении образуются такие канцерогенные вещества, как гетероциклические амины, нитрозоамины, которые приводят к раку однозначно и всегда. Вопрос только в том, доживет ли человек до онкологии или раньше умрет от инсульта и инфаркта. А так рак у тех, кто ест регулярно жареное мясо, будет в любом случае, если человек доживет еще раз, не умрет раньше от других проблем. Итак, хотя бы это надо исключить. Вы скажете, что же тогда есть? А у меня было такое видео, оно так и называется. А что же тогда есть? Ссылку я на него оставлю. Поверьте, еды остается 99%. То, что я сейчас перечислил, это 1%. Так, а теперь второе. Что же надо есть? Какие продукты замедляют старение? Ну, конечно, в первую очередь это зелень. И из нее я выделю крестоцветные. То есть, начиная от руккола до брокколи. Любые виды капуст. Все они очень полезны. И, конечно, особенно полезны ферментированные продукты. И тут два в одном. Та же белокочанная квашеная капуста. Это, наверное, один из самых полезных продуктов, которые я советую есть каждый день. Красный лук. Безусловно. Именно красный, поясню далее почему. Конечно, оливковое масло и льняное масло. В льняном масле рекордное содержание АЛК, полиненасыщенных жирных кислот. Конечно, это не ЭПК и ДГК. Но есть в организме трансформация. И организм способен трансформировать АЛК в ДГК и ЭПК. Но об этом у меня было видео про омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Но скажу сразу, у большинства людей нет этого способа в наши дни, поскольку есть дисбактериозные состояния, синдром избыточно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника и вообще дисбиозы по жизни. Поэтому такого не происходит. И потому все же омега-3 принимать надо. Но хорошо. Если вы не веган, то хотя бы не ешьте мясо, а вот рыбу, которая как раз содержит омега-3 жирные кислоты, жирную рыбу, тогда уж ешьте. В этом, по крайней мере, резон есть. Ну, начиная от дикого лосося, не того, что выращен в садках и кормился комбикормами, в составе которых, безусловно, есть ГМО-составляющие, например, соя там или кукуруза. Итак, от любых лососевых рыб, диких только, до натотении или скумбрию, пожалуйста. В крайнем случае печень трески. Клетчатка основа здорового пищеварения. Видео о ней у меня недавно было. Ссылку оставлю. Это очень важное видео про все полезные виды клетчатки я там рассказывал. Вам советую же хотя бы есть. За правило взять овес, кашу овсяную из цельного, белозерного овса, приготовленную, когда он запаривается в термосе. А как это делается? Все очень просто. Я пояснял в моем видео про овес. Ссылку на него тоже оставлю. Далее. Ягоды лесные очень полезные. Это, пожалуй, единственное исключение в идеале, которое должно быть из сладких продуктов. Орехи и бобовые ешьте. Если уж орехи, то грецкие или пекан, или фундук лесной. Можно кедровые, но никак основные. Особо подчеркну сейчас пользу брокколи. Там есть такое вещество сульфорофан. Очень сильный антиоксидант. И не только. Видео о брокколи у меня было. Ссылку я оставлю. Особо я там подчеркиваю про проростки брокколи. Там колоссальная польза. Но сульфорофан есть и в других видах. Капусты просто гораздо меньше. Чеснок также очень полезен в нем. Есть и самый мощный антиоксидант среди минералов селен. Ну, конечно, это зависит от почв, на которых выращен чеснок. Да, там разница может быть в десятки раз. Но, тем не менее, это еще и антисептик. И полезен для сосудов. В общем, хорош. Подробно о полезных продуктах я рассказывал в видео. А что же тогда есть, еще раз вам акцентирую. Не поленитесь потом посмотреть, перейдя по ссылке под видео. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд. И сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Ну, а теперь третий пункт. Добавки, которые продлят молодость и жизнь даже в том случае, чтобы вы не ели. Конечно, сразу оговорюсь. Если вы будете правильно питаться, уберете вредные продукты из своей жизни, добавите полезные, то тогда эти добавки в разы больше эффект вам принесут. Но они будут работать даже тогда, когда вы будете есть неправильно. Даже если вы останетесь на нездоровом питании. Хотя это, конечно, еще раз, плохо и неразумно. Итак, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. И тут, что называется, не 2-3 зайца, а 10. Ну, условно, да? Мы, что называется, получим это препараты профессора Исаева, а именно латалсиленом. Это комплекс мощнейших антиоксидантов, помимо того, что там омега-3, жирные кислоты, ЭПК и ДГК. И второй препарат, это амафор со скваленом. Вещество, которое вы, наверное, знаете, что оно подавляет рост раковых клеток. Ну, и, конечно, воспаление снимает в организме. Так вот, латалсиленом плюс амафор со скваленом. Ссылка на все препараты профессора Исаева будет под этим видео. Далее, витамин Д3 плюс витамин К2. Конечно, в липосомальной форме. Почему? Видео о них также вам оставлю. И ссылку на них. Дегидрокварцетин. Это очень важно принимать каждому сейчас человеку. Ведь это вещество уменьшает количество стареющих клеток в организме. То, над чем бьются ученые. То, что многие хотят получить другим искусственным путем, как убрать стареющие клетки. И когда-то это будет, скорее всего, достигнуто в плане медицинском. Но уже сейчас есть это вещество Дегидрокварцетин, которое добывается из лиственницы и пихты. И вот самый лучший Дегидрокварцетин, самый чистый и эффективный, вот на него ссылку я вам оставлю и на видео посмотрите, и на сам препарат. Кварцетин, само вещество Кварцетин, менее действенное, но тем не менее есть в красном луке, и потому я вам его советовал. Теперь препарат Т8 Экстра. Там есть такие вещества полипринолы. Это тоже экстракт из пихты. Но другие вещества уже добываются. Это тоже антиоксиданты. Потом вещество Ресвератрол. В цветных ягодах оно содержится. Это черника, голубика, морожка, даже малина. Хотя в меньшей степени лучше черные ягоды. Вот это, еще раз повторюсь, исключение, исправил в плане потребления сладкого, сахаров, глюкозы, фруктозы. Но тут плюсы перевешивают минусы. Минусов там только сахар. Хотя его и не так много. Поэтому, если уж и будете есть что-то сладкое, то советую только ягоды. И то немного. Есть очень важное вещество, называется беталоин. Это также вещество, замедляющее старение. Содержится оно, например, в красной свекле. Больше всего его там. И это, пожалуй, второе исключение. Сладкого, потому что свекла тоже содержит сахара. Катехин вещество. Это вещество содержится, например, в яблоках. Хотя есть в зеленом чае, но яблоки в этом смысле, пожалуй, будет третье исключение. По сладкому там же есть еще и пектин. Его там много. Почти рекордное значение. А пектин это очень полезный вид клетчатки. Ну и, конечно, вещество катехин. Поэтому яблоки. Но из яблок лучше не сладкие, а кислые. Ну, вроде Антоновки. Вот это будет самое правильное. Конечно, куркума со своим уникальным веществом, пигментом куркумином. Про него у меня было видео. И вот вам комплекс с черным перцем уже готовый. Что называется? Набор концентрат, коктейль, как хотите это назовите. Добавка к питанию. Это будет большая-большая польза. Так, алииновая кислота. Отдельно можно подчеркнуть. Она содержится и в оливковом масле. А самое лучшее оливковое масло, конечно, с острова Тасос. Ссылки под видео будут. У вас есть такая возможность пока еще приобрести его, кто захочет. Далее. Вещество ликопин. Да, это томаты. Плохо, что в них есть вещества белки и лектины, которые вызывают воспаление. С другой стороны, есть антагонисты. Например, тот же ликопин. Ну, это не обязательно, но можно. Просто должен был про это сказать, да? Вещество астексантин. Очень мощный антиоксидант. Это вещество добывается из красной водоросли. И только в Японии. Есть такой препарат. Ссылку на него оставлю. Ну и в завершении четвертый пункт. Я обещал тоже это сказать. Что еще надо учесть для замедления старения и продления жизни? Конечно, интервальное питание. То есть, так называемое интервальное голодание. Ну, например, 6-18. Вот в таком режиме. Тогда вы запустите аутофагию. То есть, очищение клеток и самоликвидация клеток стареющих. Понимаете? За это, кстати, Нобелевская премия была не так давно получена одним японским ученым. Ну и второй плюс будет выработка гормона роста, как в молодости. А это гормон молодости. Все это дает интервальное питание. Категорически нельзя есть вечером. Нельзя есть на ночь. И вот здесь как раз интервальное питание правильное. И не позволит есть вечером. Будут большие промежутки в приеме пищи. Организм сможет себя латать, чистить, омолаживать. Физическая активность очень важна. Кардионагрузки тоже должны быть ежедневными. Занятие 40-50 минут в день хотя бы важно. Ну и, конечно, водородная вода. Я оставлю вам под этим видео ссылку, где не просто какие-то ученые, и в том числе академики, поясняют это видео такое сводное. Знаете, очень показательное. Вот прям посмотрите его непременно. Ну и, конечно, конечно, существуют другие факторы. Но факторы, которые влияют негативно на здоровье наш с вами, то есть те факторы, которых раньше, скажем, 100 лет назад, там, тем более, ранее, не было вообще, они не действовали на наших с вами предков. Поэтому говорить сейчас, что вот мой дед пил, курил, там, ел все, что подряд, не по поди, и прожил 95 лет, сейчас не прокатит. Дед мог. У него была крепкая генетика. Был чистый воздух, земля и почва. Продукты, выращенные на любой почве, были богаты питательными веществами. Сейчас всего этого нет практически. И вредных факторов сотни, если не тысячи, действуют на нас с вами. Убрать большинство из них мы все-таки можем. Посмотрите мое старое видео, ему лет 10, наверное. Оно называется «9 причин болезней». Точнее, 9 групп факторов, которые приводят к болезням любого человека в наши дни, рано или поздно. Ну что ж, все это учесть несложно. Вполне можно. Я советую вам пересмотреть данное видео, законспектировать его. И потом, под этим моим видео, по ссылкам пройти, посмотреть те видео, которые я рекомендовал. Зайти на странички тех или иных веществ, препаратов, почитать про них, изучить и приобрести, если захотите. И вот если вы будете их принимать, тем более комплексно, то, ну понимаете, шансов не будет, что вы не будете лучше выглядеть и дольше проживете. Потому что это объективные вещи. Ведь у нас с вами сейчас в наши дни очень много дефицитов по тем или иным питательным веществам. Программа здорового организма, обновление тканей, клеток не допускает дефицитных состояний. Но они есть, так как почвы в наши дни очень бедные питательными веществами. К сожалению. И потому в наши дни, если хотите быть здоровым человеком, не обойтись без биологически активных добавок. Другой вопрос, какие, как правильно выбрать. И вот я вам оставлю, для того, чтобы вы не верили кому-то и даже мне на слово, а поняли сами, что, зачем и почему, я вам оставлю очень важные ссылки на видео, которые откроют вам эти темы, эти знания. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Telegram-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.